Привет, друзья! Я скитаюсь по России, потому что я в отпуске. В связи с этим я буду снимать маленькие небольшие залипушки, может быть и не интересные для вас. Сегодня я хочу попробовать запустить БПЛА или квадрокоптер, кто как называет. В движущемся вагоне метро, тем самым посмотреть законы НРЦ. Давайте попробуем! Ну я же не могу просто так пройти мимо мусора. Забегу вперед и покажу уже разобранную пропускную карту. Конечно же там есть электроника, которая поедет просто на помойку. В этой карте меня беспокоит больше всего контур или антенна. Накидывайте ребята, что можно из них сделать. Например я хочу собрать матрицу из 20 штук и попробовать сделать беспроводную зарядку. Подписчик мне посоветовал, тоже гениальную идею, сделать из этого контура нагревательный элемент, который можно будет потом внедрить в варежки или в обувь, например. Непонятки у меня в том, а как же подпаяться к этому контуру? Вот здесь нужен ваш совет, может быть существуют какие-то токопроводящие клея? Обязательно пишите! Двигаемся дальше. Вот так с пользой можно спускаться на эскалаторе, почистив свою обувь. Для начала я произведу разведку в вагонах метро. Насколько я знаю в Москве полеты вообще запрещены и штраф от 30 до 50 тысяч. Посмотрите на этот вагон, это не какой-то вагон метро, а космический вагон. Почти на каждом квадратном метре напихана электроника, просто повсюду стоят ЖК дисплеи, всеразличных форм и информационных вкусностей, которые вещают от новостей и навигационных подробностей до коротких обучающих фильмов. Да, в этом вагоне я чувствую себя, как будто бы переместился в будущее. Ну да ладно, я пришел не за этим, а для того чтобы посмотреть, как где расположены камеры, как просматривается вагон. Так, все камеры я срисовал в память, теперь мне нужно посмотреть, а как же это видит сам машинист. И к счастью я знаю где это сделать, это неплохой бесплатный музей, прямо под землей в метро. Но я пришел сюда смотреть не на экспонаты, здесь есть симуляторы, в точности копирующие кабину машиниста метро. За несколько минут я изучил культ управления, ну и нашел управление камерами, как, что, в какие стороны просматриваются вагоны и внутри и снаружи. Думаю на этих симуляторах можно выучиться на так называемого пилота метро и все это бесплатно. Ну а теперь направляю шататься по станциям. В московском метро проходит миллионы человек в день и очень будет сложно найти, чтобы вагон метро был исключительно без людей. А мало ли что, а вдруг прилетит ко мне в башню этот летательный аппарат. Конечно же свой любимый дрон я буду запускать исключительно в защитной одежде. Сколько раз эта одежда спасала мой дрон от крушения, который бы привел его в точку невозврата. Ну все, коптер готов. Пошли в вагон. Пришлось сменить еще несколько вагонов и уехать на конечные станции, прежде чем я нашел пустой вагон. Снимала видео Катерина и к сожалению получился брак, так как Катерина взяла телефон вертикально. Ну да ладно, она же только учится. Первый взлет дрона я испытывал при линейной скорости. Т.е. состав уже набрал скорость и движется с одинаковой скоростью на коротком отрезке дороги. Ну как видите, мой малыш прекрасно летает. Второй тест я проведу при торможении состава. Ну вот он отчетливо виден, я предполагаю, что первый закон Ньютона, да еще плюс ко всему, у дрона сбилась вся электроника и пришлось перезапускать его на холодную, то есть вытащив батарею. Ну а второй тест я проведу при наборе скорости состава. Думаю, что результаты вам будут понятны и без слов. Эх, жалко аппарат, он вообще-то денег стоит. Я продолжал и дальше тест, но к сожалению сломал пару лопастей. Думаю на этом приостановить свой эксперимент, пока не убил свою любимую птичку. В общем-то вот такой неудачный полет получился. Я думаю, что всему виной навигационная электроника. Как вы считаете, на самодельном я думаю, что вполне реально. Что вы думаете об этих картах, которые я нашел? Пишите. Ну а я с вами не прощаюсь, не болей и храните Господь. До встречи! Все, иди, иди, иди. Стой, 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 стой. Субтитры сделал DimaTorzok